Друзья мои, добрый день, здравствуйте. Вы на канале Бессонова Алексея Борисовича, юриста, опального сотрудника КГБ. Спасибо, что вы меня смотрите, посещаете. Друзья мои, сегодня 4 июня, сегодня 47 лет исполняется Алексею Навальному. Ну, я вам хочу сказать, что протестный электорат, если хотите, протест – это часть любой политической системы. Нравится, вам не нравится, но это право граждан протестовать, выходить. И надо дать должное, Навальный сумел организовать в России очень мощную протестную волну. Ну, не знаю, связан он был с американцами, не связан. Да, американцы всегда поддерживают, любая страна поддерживает оппозицию. В СССР не было оппозиции. И американцы ЦРУ поддерживали артистов, писателей, оппозиционных диссидентов поддерживали. Ну, это нормальный процесс, этим занимается любое посольство, любая разведка, любая спецслужба любой страны мира, да, дестабилизация ситуации внутри страны, через оппозицию. Если у вас все закомпанно бачено, как это было при СССР, то даже стихи безобидные поэта, они уже являются оппозицией. То же самое здесь, да, то есть, та власть, она не хотела идти на политическую реформу. В принципе, в экономике-то особых проблем не было, там, ну, что-то отставало, там, и так далее. То же самое здесь. Да, к сожалению, наша власть, она показывает, что она не может выстраивать отношения в рамках, не при помощи яда и пули, а в рамках правовой системы, в рамках законодательства. Да, проамериканские силы будут везде. В этом ничего зорного нет. Это просто говорит о том, что американцы, ЦРУ в том числе, Госдеп, очень умно, разумно работают, там, стоят специалисты. Это не у нас, где, так сказать, развалили все КГБ, туда привели от них блатных детей, они не знают, что делать, они не понимают. А до того, что американцы знают и поддерживают оппозицию в стране, это совершенно нормально. В этом нет ничего зазорного. Да, в 90-е годы, когда рухнул СССР, нечто подобное могли организовать левые. Да, тогда Зюганов выходил на улицы, помните, в 19-й год, там, Ампилов выводил, не Зюганов. Но Зюганов все это слил, тихонечко довел поддержку КПРФ с 40% до 13-ти, 10-ти, получил на последних выборов 3-ти, и подтирает ручки, улыбается, ему хорошо, всем хорошо, его все устраивает. Но, тем не менее, вот, Навальному отдать должное, фактически, с нуля, на высоте части конкуренции, ему удалось сформировать протестное движение, мощную политическую силу, и действительно, власть его испугалась, давайте откровенно говоря, испугалась, потому что это была мощная сила. Ну, вот, так вот он закончил жизнь, и, по крайней мере, вот, заслонено уважение того, что, ну, так сказать, у него была какая-то идея, было видение того, что жить так невозможно, без оппозиции, без развитой политической системы. Чтобы я предложил властям, ну, создать сложную систему политическую, да, где будет оппозиция, национальная оппозиция, конкурентная борьба, выборы, но, к сожалению, на это власть не идет, она не умеет так управлять, а может управлять, как я полагаю, при помощи ядов, психушек, ну, вот, мой случай, он характерен, да, то есть, есть законность, ее надо соблюдать, какая разница, кто там нарушил ФСБ, не ФСБ, ну, садимся и в тюрьму, процесс, но, к сожалению, вот, мы живем в такой стране, что все решается в власть очень просто, при помощи простых действий, яда и пули, и это ненормально. Мое оценочное мнение, спасибо Бессонову Сергею Борисовичу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!